Хаперский заповедник и свои черноземные земли, потому что если эти планы по разработке никеля будут осуществлены, то от этих земель ничего не останется. Там будет окисление, осолонение почв. Эти земли просто погибнут для того, чтобы выращивать на них хлеб. Ну и, собственно говоря, почему еще я здесь стою? Мы не случайно пришли с защитниками Хаперского заповедника на этот митинг. Дело в том, что по этому проекту уже есть два экологических узника – Нелли Радченко и Костя Рубахин. Этих ребят сейчас репрессируют в прямом смысле этого слова. На них заводят уголовные дела. У них дома проводят осмотры, ну как эти… Обыски. Обыски. Вот когда у Нелли Радченко дома проводили обыски в Воронежской области, ее в халате выгнали на два часа на мороз. Это вам не Москва. Это Воронежская область. Она там стояла, дрожала на этом холоде практически при минусе. Я считаю, это настоящий фашизм. У Кости из дома при обыске изъяли бабушкины таблетки и пакетик травы для засеба. Во что превратятся эти вещи в дальнейшем, мы не знаем. Но я понимаю, что в этом году в нашей стране защитники природы, они тоже становятся заключенными, но экологическими заключенными. Мы вот сделали такой новый статус – экологический узник. И пытаемся привлечь внимание к тому, что помимо политических заключенных, у нас уже можно сесть и за защиту природы. Да у нас, по-моему, за все можно сесть. Ну, вы знаете, всегда люди, которые спасают природу, они всегда воспринимались как такие, ну, не опасные. А когда начинают этих людей преследовать, это просто дичь. Ну так, извините, пожалуйста, это же проекты, деньги, откаты. А они мешают. Они мешают. Мы мешаемся очень сильно. Мы мешаем зарабатывать деньги на нашей земле. Вот почему я здесь. Ну, и, конечно же, я считаю, что важнейшая сегодня акция. Ребята молодцы, что ее сделали. А почему так мало народу? Ну, во-первых, не так уж и мало народу. Все-таки достаточно много для такого холодного дня. И все-таки, ну, была провокация со стороны прокуратуры, потому что вчера вечером прошла информация, что митинг не согласован. И нам пришлось уже практически в ночи эту информацию опровергать. И потом, понимаете, это только старт кампании. Большой кампании, которая продлится до 6 мая. Ну, я думаю, дальше она будет тоже идти. Но эта кампания в поддержку политических заключенных. Узников 6 мая. Людей, которые сидят за анатомию протеста. Это вообще бред. Посадить человека на основании телевизионной передачи какой-то модной. Ну, и других политических заключенных, которые, к сожалению, в настоящий момент у нас есть. А для чего власти нужны политические репрессии? Ведь все-таки Путин не Сталин. Он слабее. Нет идеологии. Вы знаете, идеологии нет, но насилие признак бессилия. И потом, мне кажется, что это больше похоже не на какую-то целенаправленную политику, а на такие метания агонические. То есть понять их логику очень сложно. Она больше напоминает какую-то, ну, вы знаете, какую-то такую агонию неумных людей. Я не считаю их шибко умными. Да, Путин не Сталин, и слава тебе Господи. Самое его главное отличие, что при Сталине чиновники не держали своих денег в Америке. И не стремились всю свою семью упечь в Америку. А сейчас у нас, к сожалению, чиновники наши, жулики-воры, они себя не ассоциируют с Родиной. Они себя ассоциируют совсем с другой стороной.